Прочитать. Егор первый просчитал отче наш. Ну, просчитать то просчитал теперь, как он понимает. Написано, избави нас от лукавого. Вот ему вопрос задали, и какой ответ получили? Никакой еще. А он делает это от лукавого все, он не избавляет его. Вот сегодня приехали на тележке туда. У нас большие длинные ухосины. И там дрова лежали рядом. Я сказал, брать эти дрова, а вот эти две ухосины не брать. Две ухосины не брать. Он первым делом будет брать две ухосины. Что это? Он не слышал? Я не слышал. А кто ему уши заляпал? Здоровый, крепкий парень, 13 лет. Дальше я говорю, Егор, вот я как сложил дрова вот эти, так и берите. Толстый конец вперед, он перетягивает потом. А тонкий сюда. Он тут же берет первый, переворачивает наоборот. Оно уже лежит как надо. Ему только поднять и положить. Он не может это сделать. Его кто-то берет, в воздухе разворачивает, и тогда он кладет бакушкой. А этот перетягивает на низ, он тогда кожелится, не может. Я издалека уже, значит, увидел, как они доски. Доски положили. Доски тяжелые, сороковка, сырая. Они ее сдвинули назад, и этот... Нестор, он... Что передвинуть вперед, он навесить, у них не хватает темы. Да это же обезьяна знает. Показывает ворон. Ну, показывает попугай. Как можно? Положили туда, и он любит какой-то орех, там, червяк. И... Видел как? Вот палочка такая, он берет в клюк, выпускает ее, а она в виде этой... Вот попробовал, она срывается. А с другой, дырка, там есть крючок. Вот она берет крючком и сразу два вытаскивает. Животное, птица, у тебя птичьей разума нету даже. А почему? Что? При рождении материала не хватило? А то, что много мыслит о себе. Уровень животного еще не достигнет, а уже от лукавого. А лукавство это дьявол. Вот на любом шагу только скажу. Повтори. Глаза под лоб. Притом русский язык знает очень хорошо, нормально понимает. Я не слышал. Все слышали, кроме него. Кто это уши затыкает? Вопрос. Вот тебе избавят от лукавого, а делают все от лукавого. Страха Божия нет у тебя, и поэтому ничего и нету. Я какие усилия прилагаю? Пошел в тележку, давай переложили. В два раза меньше. Как вести, как сушить, проложить. Стоит, глядит. Сейчас поверни назад, назад. Уже им не сделать это. То есть это совершенная отстраненность от этой жизни. Кто-то пусть делает, кто-то думает, а я наелся и буду бегать, прыгать, играть. Да еще прыгать-то не умеет. Вот пришли утром, сказали, нам балку поднимать на качели. Я Игорев сказал. Он долго его не было, хорошо, что не было, мы не успели. Мы пока там гвозди вытаскивали. Он наконец приезжает, сварил длинные рычаги. У него поворота нету, только вперед. Но нету этой операции. Он наварил рогайте, и она идет неровно. Он тогда должен сдать руль направо и тогда делать. Я побежал скорее веревку, принес ей длинный рычаг, телеграфный стол. За два конца веревка и пытаться, который конец первый ляжет, а другой под него подыграть. Получилось? Положили. Все. Я хотел на половину, на полметра меньше сделать, а Игорь приехал. Нет, не надо. Там уже все готово и не надо. Я готовился к этому пилу. Принесли там дружбу отпилить. Володя рассказывает, как пилить, наклон с пила сделать. Игорь приехал, не надо. А почему не надо? Он говорит, а нам все готово. Я говорю, нам трудно будет, а то поднимем. Еще должен был, сразу согласился. У нас скорой никогда не бывает. Почему? Он специалист, а не я. А здесь все не знают. Алла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Маша, Маша. Я топором тебе могу, там что-то дерево отрубить. И все подняли. Посмотри сейчас в окно, видишь, балка и веревка с двух сторон. Настоящие моряки. Ну а теперь дальше уже закреплять. Сейчас упоры делать. Ну, сырое все. Свет выключили. Видите, сколько. И все ничего делаем-то. Ни копейки прибыли нету. Ребятишкам качаться. Все. А он соображает, он еще на этой качели будет такое выворачивать мне. Я наказываю на веревке. Качнулся на тарзанке назад. Не болтаться. Веревка, крутя, раскручивается. Она альпинистская и крепкая, но она не болтается. Вы у ней весь верх срежете. Они закручиваются. В окно ближе, он вот так уже качается. Уже накручивается. Подходит. Знал. Знал. Другой стоит рядом. Никто не лезьте, когда качается. Ты хочешь качаться именно с высокой тарзанки. Подошел и сказал, Ваня, я хочу качаться. Как он только сказал, после этого ты можешь десять раз качнуться. А одиннадцатый уже ему принадлежит. С того момента, как он сказал. Ну и что? А этот, которому ждать надо, он ждать не будет. Он избавит лукавого, тоже не знает. И этот садится качаться. Ему положено два раза качнулся. Он третий раз его сшибает, он оттуда летит. Их не надо убивать. Не надо никакой войны. Чечня не друг друга убивает каждый день. Это верующие, с которыми молятся утром, с которыми занимается Словом Божиим. Что это? Притом абсолютно все. Сто процентов. Если он не участвует, то и не удержит. Вот сейчас, ну я вам показал, там, честь отдавать, как и не рад, что научил их. Они всюду везде за мной гоняются и честь отдают. Честь отдается один раз встретились когда. Как молитва в дом, когда входит. Да еще мало того, руку показывает, как Гитлер вот так. Нас осудят за это, посадят. Вы даже не знаете, как правильно руку поднимать-то. Идут и вот так вот. А то и Гитлер так делал. А у России, у русских, вот как должен быть. Вот я бровь коснулся и как повернул голову. И в пустой голове, пока головного убора нельзя где-то делать, они не понимают ничего. Ну еще, будем молиться еще? Давайте. Звоните? Ага. Ага. Света нет? Да нет. Господи, слава тебе за прекрасный день, напоминающий нам о кончине земного пути у первого верховных апостола Петра и Павла. И так молилась святка по них, чтобы они были свидетелями, сделай нас истинными и самерами. Тебе Господи слава, отец и святой дух. Аминь. За стол. Говори. С верой. Так, разговоры, Коля, прекратил все. Завтра стройный пост. Еще себе. Это казаться в первый раз, в первый раз говори. Ну, ладно. Ладно. Хорошо, благодарю за звонок. Богом. Завтра утром рано. Настя Робот делает операцию. Врача звать Игорь. Будем молиться. Вплост не объявляем. Вы всегда давайте пока есть на рыбу, и к вас. Я почему-то каждый раз напоминаю это. Хорошо, хорошо, а ничего нет. Госпала Божия. Господу и Сергей Божий. Помимо нас. Аминь. Садись, брат.